По окончанию курсов можете открыть организацию медиаторов, создать. Судья, судьи, законы медиации, медиаторы, все просто. Медиаторы могут работать как соло-медиатор, медиатор, работающий в одиночку, или это коллегия медиаторов, либо со-медиаторы. Есть перевод не самый удачный, ко-медиация, вместо со-медиация, но, на мой взгляд, это сильно нарушает правила образования слов в русском языке. Например, со-исполнитель, сосед, дальше, со-процессор, со-подрядчик, со-бутыльник, наконец. Но ни разу я не слышал слово ко, ко-медиация, ко-чувствие. Тем не менее, из-за не совсем удачного перевода... Англоязычный вариант российского со. Да. Да, в английском языке, коворкинг, коалиция и так далее. То есть, то же самое, что и со в русском языке. Пожалуй, да, вы правы. Я об этом только впервые подумал. Коворкинг у нас тоже закрепилось. Итак, у нас присоединились Светлана Леонидовна и Евгений Викторович. Приветствуем вас. Мы сейчас сравниваем арбитражное разбирательство и медиацию. Будьте добры, откройте, пожалуйста, презентацию, которая у вас на почте. Если затруднительно, то я сейчас вам еще раз покажу вот это приложение. Посмотрите, пожалуйста. Мы сейчас рассуждаем по поводу вот этой таблички. Возможность третейского разбирательства в связи с каким-либо конкретным правоотношением. В случае, когда предприниматели или организации договариваются спорить, например, по отношениям аренды, то именно этими видами споров такое доверие конкретному третейскому суду или арбитражному учреждению и заканчивается. Это не значит, что мы с вами готовы спорить по договорам грузоперевозки, поставки и остальным договорам. Конкретное правоотношение. В случае медиации, пожалуй, действует тот же самый принцип. Поступает запрос на медиацию. Правда, с правовых позиций исключительно оценивать медиацию нельзя, потому что можно выйти легко за предметы основания иска в юридических терминах. Ну, например, семейная медиация. Одна из сторон инициирует процедуру проведения медиации, связанную с семейным спором. Подача иска в суд. Здесь очевидно в случае закон медиации инициации процедур медиации. Или по российскому законодательству, это, насколько я помню, запрос заявления о намерении об инициации процедур медиации. Ну, так заумно звучит. Мне нравится больше комплект документов, который подготовил Союз медиаторов Республики Казахстан. Он у нас опубликован. Просто запрос на урегулирование конфликта. Медиативное соглашение – это финиш. Это, пожалуй, аналог решения суда. Если мы вперед пробежим, давайте посмотрим дальше. Решение суда. Видите, предпоследняя строка. Для случая медиации – это медиативное соглашение. Решение суда. Сейчас попробую снова. Решение суда – это медиативное соглашение. А что является аналогом третейского сбора? Давайте подумаем. Медиативный сбор. Совершенно правильно, да. Медиативный сбор. Плата за услуги медиации. Это то, как определено соглашение о применении процедур медиации. Вспомнил. Когда вы подписываете аналог третейского соглашения, это соглашение о применении процедуры медиации, возбуждение дел в суде – аналогия. Продолжение следует...